Удивление и даже шок в минувшие выходные испытали гости фестиваля Чувашского и Удмуртского андеграунда. Познакомить зрителей с современной городской культурой на одной площадке собрались художники, поэты и дизайнеры двух республик. Выставка картин и арт-объектов, национальные украшения, напитки и блюда. Все это создало у зрителей праздничное, совсем не осеннее настроение. Любовь к творчеству и родной культуре собрала людей совершенно разных возрастов и взглядов. Организатором фестиваля выступила дизайнер из Удмуртии, молодая и творческая Дарали. Имя по паспорту узнать не удалось. Идея пришла к ней этим летом во время пребывания в Чувашии в языковом летнем лагере Хавал. У нас очень похожие проблемы. У нас постоянно вот это вот, как это сказать, вот как будто бы национально должно только в деревне жить. Неправда. Удмурты приезжают в город, стушевываются, точно так же Чуваши прячутся. Мы пытаемся на самом деле показать, что национальное может быть совершенно разноформатным и интересным. В такой творческой обстановке звучали известные стихотворения чувашских поэтов и новые имена удмуртских. Этническая музыкальная группа «Дукес» удивилась живым исполнением сопровождение самодельной скрипки «Кубыс». Долгожданным моментом вечера стала презентация национальных костюмов. Чувашия показала красочную коллекцию в красно-желтых тонах. Наряды из Удмуртии были совсем иными. Дарарей создает национальную одежду предапорте. На мне удмуртская маниста. Девушки в Удмуртии носят это повседневно или на такие мероприятия, как сегодняшний вечер, выходят в театр. В Чувашии пока что такого нет. Хотя, конечно же, у нас чувашский национальный костюм – это произведение искусства само в себе. Поэтому мне бы, например, хотелось, чтобы мы просто были более в этом плане смелыми. Дружба молодых и творческих жителей двух республик не заканчивается. У организаторов фестиваля еще много новых планов и идей. Анастасия Алангина, Игорь Зверев, Республика.